Я внимательно слежу за сетевым пеплом, в основном в сети тусуются ребята молодые, и обычно у них возникают одни и те же проблемы, мало театра личности, маловато опломба, молотова привязки к тому реалу, из которого они вышли, и которым именно в сети, по-хорошему были бы интересны, и уж совсем мало перепасовок на реал. Вроде изначально все мы, приходя в сеть, вычеркиваем себя из нашей реальной повседневности, в которой, как ни крути, мы все же повседневные труженики. Правда, при этом повсеместно присутствуют попытки играть некими новыми сетевыми терминами и словами, неким иллюзорным образным рядом, но нет в том, что ли самого обыкновенного житейского заземления, на себя, на свой мир, на миры близких себе людей. И тут же присутствует еще одна маленькая беда, перебирание на себя сверхобильной сетевой демонстративности с демонстрацией себя во имя себя, по сути, или даже сверх сути, или, увы, псевдосути, и уже не себя, а своей аватарке с неким очередным автором, устроенным под каждого, и поэтому не для всех, а к примеру, для тех, кто исповедует тот или иной сетевой привед арго или сленговый язык паданков. Но в принципе, надо сначала что-то сказать, из речи задекларировать в той же сетевой ячейке самости, типа, а что ты собственно можешь, умеешь, стоишь, а уж затем перебрать сеть матушку на себя. Иначе она тебе жестко отхлыстнет и выбросит в очередные новые аутсайдеры. Несколько таких попыток, и ты очередной сетевой лузер. Но это только такой первый чисто наблюдательный момент. Правда, именно молодежь в сети чаще иных пользователей способна на целые залпы все новых и новых стартапов. Друзья, вы знаете, чем дорог нам вообще-то интернет. Тем, что в нем мы можем ненормативно выражаться в пределах народных, условно говоря, инакомыслей. Здесь бы я вот о чем говорил. Говоря о личном бюджете, или о том, как иметь личную состоятельность, следует вспомнить, что существует ряд народных поговорок, пословиц и идиом, которые употребляет, и которыми говорит обычный народ по поводу людей транжирных, которые, как только получают деньги, так сразу же их теряют. Вот. Типа гули, гули да в лапте обули. Но это скорее русская пословица. У нас же в Киеве говорят несколько более грубо. Деньги есть в сраке честь. Ну а почему бы так не сказать? Да, деньги, это не только эталон некого житейского престижа, это еще и эталон того, как ты себе умеешь разметить в пространстве, во времени. Деньги, это просто маркеры, по которым надо умело и как можно дальше пройти. Сколько денег, столько определенной жизненной маркировки ты имеешь. Хочешь изменить данные тебе по твоим деньгам маркеры, приложи к этому некоторые усилия. А вот в вопросе о рецептах счастья, то мысль эта очень древняя и хорошая для каждого, кого она посетила. Только вот свежей ее назвать как-то нельзя. Как-то я вспоминал на сей счет афоризмы из дневниковых заметок Ильфы и Петрова, мол, все думали, что как только появится радио, то тут же каждому прибавится счастье. Так радио таки есть, а счастья как не было, так и нету. И на это обратите внимание, я не помню точный контекст приведенного афоризма, но использую его в его ценностном смысле, пусть и с другими словами-определителями, но по сути, наверное, есть смысл говорить о том, что сегодня актуально для всех молодых команд, которых, как я вижу, немало, и в этом прослеживается некая невинная влюбленность. Ведь любовь и интернет, это что-то свежее и новое, отчего и на душе светло и здорово, и об этом уже слагаются песни. Но сам интернет очень часто похож на немолодых профессиональных профурсеток невест, которые сегодня заполонили собой многие телеканалы моей такой же древней отчизны. Смотришь на эдаких профессиональных обворожилок, и определенно предсказуемо ждешь, когда же изо рта той или иной золушки вырвется откровенный душевный смрад. Именно к такому финалу, после нескольких просмотров подобных низкопородных шоу, внутренне ты уже просто готов, ибо как говорят поляки, то ишь не чеш с награ.